МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вечный огонь", как символ неугасимой памяти о подвиге защитников Родины. Как память о павших в Великой Отечественной войне. Он впервые появился в одном из небольших сел Тульской области, но со временем стал по-настоящему всенародной традицией. Здравствуйте! Наш канал приветствует вас из самого центра праздничной Рязани, от монумента Победы. С праздником, дорогие наши телезрители! С Днем Победы! Сегодня мы уже не представляем 9 мая без вечного огня и Парада Победы. Ежегодное торжественное шествие военных курсантов. И в последние годы участников акции Бессмертный полк стало по-настоящему символом единения с нашим героическим прошлым. Ты согласна какой-то живой памятью о народе победителя? И поэтому сегодня в эфире нашего праздничного телеканала мы вместе с вами, дорогие наши телезрители, расскажем о тех, кому мы благодарны за этот праздник. И, конечно же, о том, как отметил областной центр легендарное 9 мая. Вечный огонь славы. Он был зажжен от вечного огня на могиле неизвестного солдата в Москве и был доставлен в Рязань на военных машинах. С тех пор именно монумент Победы – центральное место праздничных торжеств. Участники признаются – в этот день в их сердцах боевые подвиги предков. Участие в параде – это священный долг, который предоставляется далеко не каждому. Это очень большая ответственность. Вот так необычно в этом году начинается 9 мая – 73-е годовщина Победы Великой Отечественной войны. Каждый из участников парада – это более чем 2,5 тысячи человек – лично возлагает цветы к монументу Победы. К вечному огню гирлянду воинской славы возлагают курсанты Рязанского высшего командного десантного училища. Волнение добавляют пристальные взгляды солдат Победы – ветеранов Великой Отечественной. Сегодня они наблюдают за происходящим с центральных трибун. До начала торжеств нам удалось пообщаться с ними. Праздник очень такой народный, выстраданный народом нашим. Если бы не было этой Победы, неизвестно, как бы мы жили. Под музыку песни «Священная война» нашего земляка, композитора Александра Александрова, знаменная группа Рязанского гарнизона, выносит на площадь Победы российский флаг и легендарное Знамя Победы – Красный Стяг, выдруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идресской дивизии в мае 1945 года. Командующий парадом традиционно объезжает все расчеты и лично поздравляет участников парада с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По завершении объеда слово предоставляется губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава труженикам тыла! Слава народу-победителю! Ура! По площади Победы проходит 21 парадный расчет войск и 5 парадных расчетов кадетов. Самый многочисленный расчет у рязанских десантников. Высокий темп и ритм движения торжественного марша принимает марафон флагов городов-героев. Городу-героя Керчи! Ура! В Великой Отечественной приняли участие 300 тысяч наших земляков. Более половины из них не вернулись в поле сражений. Наш край дал стране свыше 350 героев Советского Союза, более 60 полных кавалеров Ордена Славы. Столько героев войны нет ни в одном другом регионе. К кульминации Парада Победы становится акция «Бессмертный полк». На улицу вышли десятки тысяч человек, рязанцев, которые несут портреты своих родственников, предков. Мы сейчас спросим, вы с кем пришли? Я пришел с своим дедом. Где он воевал? Курская дуга, 1941-1943. По разным подсчетам, сегодня в торжественной колонии прошли более 30 тысяч человек, у каждого из которых своя история Великой Победы. Это мой отец, это его друзья. Где воевали? Они воевали на Дальнем Востоке, из Японии, из Японии. Так что вот сейчас, в этот день, как бы хочу, чтобы он здесь там есть, он увидел, что я с ним. Буквально через несколько секунд парадные колонны вступят на площадь Ленина. Военные расступаются, чтобы уступить дорогу шествия «Бессмертного полка». На площади уже собрались тысячи рязанцев, все ждут наступления праздника. Первыми на площади появляются машины с ветеранами. У каждого в руках букеты цветов. Участникам Великой Отечественной войны, воинам-победителям, площади трибуны аплодируют стоя. Нашим ветеранам! Ура! Уже следом на площади вносят знамя победы. Алое полотнище предваряет шествие «Бессмертного полка». Люди, что идут в колоннах, не сдерживают ни слез, ни улыбок. Это мой дедушка. Он воевал на Воронежском фронте, был дважды ранен и пришел с войны живой. Это мой отец, а это моя матушка. Матушка только умерла 11 февраля этого года, совсем недавно. Так мечтал даже и до этого праздника, но так не получилось. С песнями по площади Ленина проходят курсанты Рязанского десантного училища Академии ВСИН, Рязанского филиала Московского университета МВД. Второй год подряд в конкурсе принимают участие и юно-армейцы. Финальная песня, конечно, День Победы в исполнении сводного хора Рязанского гарнизона. Вальс Победы – финальный аккорд парада. Первыми на танец приглашают, конечно, ветеранов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поздравления с Днем Победы и слова благодарности ветеранам за мирное небо над головой в этот день звучали отовсюду. Пожалуй, только в День Победы эмоции важнее всего остального. Я искренне поздравляю всех рязанцев с праздником. Желаю здоровья, радости, добра и, конечно же, мирного неба над головой. Атмосфера Победного мая 1945 года с площади Ленина после полудня разлилась по городским паркам и скверам. Особенно многолюдно было в Кремле. В тени аллеи работали фотозоны. Для лучших снимков организаторы установили специальные инсталляции. Проголодавшихся горожан подчевали солдатской кашей с полевой кухни. Детей особенно впечатлила выставка военной техники. Народные гуляния в этот день прошли не только в центре города, а праздник Победы отмечали почти в каждом районе Рязани. С праздником, уважаемые рязанцы, с Днем Великой Победы! Мы, например, находимся на улице профессора Никулина. Это между Рязанским медуниверситетом и Второй поликлиникой. Здесь сегодня развернулась фронтовая поляна и организовала ее проведение региональное отделение ЛДПР. Либерал-демократы сегодня участвовали в торжественном шествии от Площади Победы до Площади Ленина. Колонны они прошли под синими флагами с символикой партии. Ну а позже праздник переместился сюда, на фронтовую поляну. Развоев Вениамин Сергеевич, мой дед, он ветеран Великой Отечественной войны, к сожалению, он уже умер. Воевал на танке Т-34. Вечная память и слава народу-победителю, нашим труженикам тыла, детям войны. И всем тем людям, кто действительно считает этот праздник, 9 мая, Днем Победы, и считает его своим личным праздником. Я знаю, что и ваши родственники также были на фронте. Мой прадед Никита Егорович Фадьков прошел пять войн, был на Великой Отечественной войне, три года воевал, пять ранений. Надо сказать, что на фронтовой поляне многолюдно. Люди пришли сюда семьями. Многие из них с самого утра побывали на параде и теперь отдыхают здесь. Под открытым небом развернулась полевая кухня. Всех желающих угощают кашей и, как говорят здесь, фронтовым чаем с дымком. Гречка и тушенка. И душа. Стоит сказать, что ЛДПР не забыла и о пище духовной. Веселят рязанцев артисты, а гид-бригады. Рады, сон, и век на труду. Получился вот такой настоящий, всенародный, любимый и семейный праздник, который продлится до самого вечера. Еще раз с 9 мая, с Днем Великой Победы. С праздником Рязани, с Днем Великой Победы. 73-ю годовщину сегодня отмечают на всех площадках Рязани и области. В городском парке на улице Ленина прошел музыкальный фестиваль. Мы помним песни Победы. И даже палящее солнце в этот день не напугало рязанцев. Одни спасались зонтиками, другие расположились на газоне. Большой популярностью традиционно пользовалась солдатская каша. А рядом с полевой кухней самые маленькие устроили целую галерею на асфальте. Хорошее настроение в этот день заполнило парк. Мне очень нравится праздник, настроение шикарное. Я поела кашку и мне очень нравится слушать, как люди поют. Сотни рязанцев пришли сегодня и на улицу Почтовая. Здесь прошел праздник под названием «Автографа Победы». Каждый желающий мог оставить свой автограф на специально приготовленной для этого доске. Здесь же прошла акция «Риорита». Кроме того, на Почтовой работало множество фотозон. В определенные моменты они оживали и люди радовались победе весной 45-го. Германия полностью... 9 мая было и остается символом истинного патриотизма, духовного величия нашего народа, который, пройдя через самые суровые испытания, самой кровопролитной войны, сумел отстоять независимость и свободу своей Родины. Мы преклоняемся перед величием подвига советского воина, самоотверженным трудом работников тыла. Низкий поклон вам, ветераны. С праздником Великой Победы. С Днем Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова